Люди интересные существа на земле, которые нуждаются в помощи Бога, а ведут себя так, будто Бога нет. Это я тоже заметил, все что мы делаем, везде где мы живем, все что мы видим, вода, все сотворил Господь, и нас сотворил, детей сотворил, мир сотворил. А люди говорят, нам не нужен, кушаем мы то, что создал Бог, пьем то, что создал Бог, и в конце концов, кто нас спасет, это Бог, потому что Бог отдал своего Сына Единородного, чтобы кто уверует и кто примет Иисуса Христа как своего Спасителя, тот будет спасен. Без Бога, Спасителя, мы ничего не сможем сделать в этом мире. Вам нужен Господь, пока есть время, пока есть шанс, пока месь вы дышите, пока месь вы сейчас можете это слушать, покайтесь, примите Иисуса Христа как своего Спасителя, и начните читать Библию, это очень важно, Новый Завет, Новый Завет с Богом, это и есть Иисус Христос. Потому что каждому человеку в этом мире нужен Господь. И это просто смотреть на это очень трудно, когда реально люди нуждаются в Боге, а делают так, как будто его нет, или не хотят его принимать. Это жалко на это смотреть, и жалко смотреть, когда человек идет в ад без Бога, это вообще катастрофа. Из-за этого пока есть выбор, примите Иисуса Христа как Спасителя, Он спас меня из ада, и Он спасет тебя из ада и от ада. Без Бога Иисуса Христа уже здесь на земле для некоторых начинается ад, а потом будет вечный огонь, вторая смерть книга откровений. Из-за этого пока есть время, сегодня, сейчас покайся. Я над этим роликом внизу сделаю молитву покаяния. Прочитайте, встаньте на колени, покайтесь, потом примите водное крещение и идите за Господом. И сами увидите, какие чудеса будет делать Бог в вашей жизни после покаяния. Это я вам говорю с личного опыта. Благослови вас, Господь, и сохрани. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова